Библейский портал экзегет.ру представляет Себе срезают волосы те, кто тоскует по умершему Или кулинарные привычки варить козленка в молоке матери Видимо, языческие обычаи, которые у других народов практиковались Тема пятнадцатой главы — солидарность Вот опять мелочные правила закона, но, знаете, вот пятнадцатая глава Она гораздо более, я бы сказал, новозаветная, чем большинство современных юридических систем Вот мы привыкли в Ветхий Завет, там все жестоко, там убивают Да, убивают, это правда Завещих, за которые сейчас не убивают нигде и никогда Но есть, наоборот, в Ветхом Завете страницы, где, кажется, гораздо более все гуманно и продвинуто, чем в нашей юридической практике Особенно кто имел дело с банками, с ипотеками и прочим Каждый седьмой год совершаете прощение долгов Оно состоит в том, что всякий взаимодавец прощает ближнему его долг Нельзя взыскивать долг с ближнего, с брата твоего, когда объявлено прощение долгов пред Господом Сына племенника ты можешь взыскать долг, а долги брата своего прости Вот и все Раз в семь лет все долги обнуляются Сказано, что это не касается иноплеменников Ну, понятно, потому что солидарность, она касается отношений внутри общины Те, кто вне общины, их никак А впрочем, среди вас не должно быть бедных Ведь в той стране, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение Господь щедро благословит вас Если вы будете слушаться Господа вашего Бога и строго соблюдать и исполнять все повеления, которые я возвещаю вам ныне Когда Господь ваш Бог благословит вас, как он и обещал, вы станете давать взаймы многим народам А сами не будете брать долг Станете властвовать над многими народами, а над вами никто не сможет властвовать Вот секрет экономического процветания, как нам этого добиться Исполнять заповеди Божии, говорит Ветхий Завет Опять-таки, очень актуально Мало кто об этом думает сегодня Что эти заповеди, они еще имеют и такой эффект в конечном итоге Если среди вас уже будут бедняки Кто-нибудь из братьев ваших, каком-нибудь из ваших городов в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам То не будь бессердечен, пусть не будет рука твоя скупой для брата твоего бедняка Пусть рука твоя будет щедрой, дай ему в долг, сколько ему нужно в соответствии с нуждами его Смотри, как бы ни закралось в твое сердце подлая мысль Ведь ты можешь вспомнить, что близок седьмой год, год прощения долгов Посмотреть на брата твоего бедняка, с неприязнью отказать ему Но тогда он возовет Господа и будет на тебя грех Одолжи ему и не злись при этом И благословит тебя Господь твой Бог во всех твоих делах и трудах В стране всегда будут бедные, поэтому я повелеваю тебе Пусть рука твоя будет щедрой, давай в долг братьям твоим, нуждающимся и беднякам в стране твоей Как это давать долг, если все равно пройдет, может быть, два-три года или один год Седьмой год же наступает не с момента, когда ты дал в долг, а он каждый седьмой год То есть он независимо от твоего акта давания в долг Он просто наступает и все Как же я буду давать в долг, зная, что я не получу ничего А вот давай То есть смотрите, у нас часто сегодня говорят ловушка бедности Человек бедный, очень бедный И ему из этого не выбраться Вот что он не сделает, это только увеличивает его задолженность И мы прекрасно знаем, как у нас это все бывает А здесь вот все очень просто Прошло максимум семь лет, он уже никому ничего не должен Может начинать заново У нас есть сегодня банкротство, но это сложная процедура Там тоже свои особые правила А здесь это касается всех И причем не наглейте те, у кого есть что дать долг, делитесь Не сказано все отнять и поделить, да, как большевики в свое время А сказано делитесь сами То есть это должно идти от людей Если кто-то из твоих соплеменников, еврей или еврейка Попадет к тебе в рабство и проработает на тебя шесть лет То на седьмой год ты должен отпустить этого человека на свободу И отпускай его не с пустыми руками Дай ему что можешь из своего стада, со своего гумна Это где зерно хранится Из своей давильни, то есть где виноград, вино Дай ему то, чем благословил тебя Господь твой Бог Помни, что и сам ты был рабом в Египте А Господь твой Бог освободил тебя из неволи Потому я и даю тебе такое повеление То есть смотрите, рабство тогда было настолько же обычным явлением Как сегодня там ипотека, скажем, да Тоже некоторые говорят, что ипотека это рабство Но не рабство, конечно, строго юридическое рабство запрещено Но, тем не менее, ситуация зависимости Она очень хорошо нам известна Когда человек попадает в зависимость от другого Или от организации, или от государства И у него там неоплатные долги Вот это все тоже на некоторое время И, опять-таки, касается отношений внутри общины То есть только с своими соплеменниками И главное, что почему тебе нужно это делать А потому что и ты был рабом Вот позорное напоминание Вы все были в Египте рабами Даже те, кто родился после исхода из Египта Ну, потомки этих рабов То есть юридически, говорят, с точки зрения Египетского законодательства Все египетские рабы до сих пор, притом беглые Значит, имейте сострадание к своим рабам Помните, что вы такие же, на самом деле, ничуть не лучше Даже еще и беглые Я понимаю, что в истории христианства Очень часто это все забывалось Там какое-нибудь классическое рабство В южных штатах США Или там где-нибудь в Бразилии Но вот уже в Ветхом Завете Отношение к рабу Оно совершенно другое, чем в большинстве Древних цивилизаций Если же раб скажет, что не хочет уходить от себя Потому что полюбил тебя и твой дом И ему хорошо у тебя Такие случаи, кстати, вполне реальны Потому что у раба гарантированная стабильная ситуация Многие люди хотят стабильности Они не хотят свободы Вот раба кормят каждый день Вне зависимости от того, поработал или не поработал Ну, побьют, если не поработал Ну, покормят же Некоторым это нравится Ну, или личные отношения Вот такой классический сюжет Нам может быть немножечко незнакомый Но там слуга и его хозяин Да, у них такие чудесные отношения Там какой-нибудь аббатство Даунтон Где вот эти слуги Некоторые из них прямо вот часть семьи Хотя они при этом остаются слугами И такое, наверное, бывает Так вот, если он не хочет уходить То возьми Шило и проколи ему ухо Так, чтобы Шило воткнулась в дверь И он станет твоим рабом навсегда Так же поступи и с рабыней Какой-то обряд, когда берут за мочку ухо И протыкают его Шилом Пригвоздив к двери раба То есть он сам так решил Да Может быть, это проколотая мочка Конечно, не серьга Там должна быть А этот какой-то такой символ Ну, это свидетельство Да, что человек Человек на это согласился Потому что проколоть мочку ухо человеку Который не согласен Довольно трудно Согласитесь, он головой крутить будет, да А вот чтобы его к этому дверному полотну пригвоздили Вот он должен у него постоять спокойно Ну, понятно, что с помощью насилия всего можно добиться Но, в принципе, это вот такой признак Что человек согласился И потерпев эту, ну, не смертельную Но довольно неприятную процедуру Он тем самым признает власть Господин над собой постоянной Отпускай раба на свободу Ты не должен досадовать Все эти шесть лет он приносил себе вдвое больше выгоды Чем наемный работник Ну, то, что работнику платить надо А этот бесплатно И Господь твой Бог благословит тебя во всех делах твоих А постоянный рефренд Что Господь благословит Вот благословение зависит от поведения Да, это все не просто так Дальше приближается тема Пасхи И внутри этой пятнадцатой главы тема тоже меняется Уже не про солидарность и благодарность тем, кто на тебя поработал А про празднование Пасхи, скорее Потому что Пасха, напомню, это когда Господь, ангел Господний Мертвил всех первенцев в Египте И после этого, собственно, заявил свои права на всех первенцев израильтян Будь то мальчики, либо перворожденный скот Всякого первенца мужского пола, который рождается у крупного и мелкого скота Посвящай Господу твоему Богу Первенца коровы не используй в работе Первенца овцы не стриги Каждый год ешь их пред Господом твоим Богом вместе с семьей твоей На том месте, которое изберет Господь Ну, то есть, это ритуальная трапеза И именно перед святилищем Но если животное будет с изъяном, хромой, слепой или с другим серьезным изъяном Не приноси его в жертву Господу твоему Богу А съешь в своем городе Его может есть и соблюдавшие правила чистоты И не соблюдавшие их Словно это мясо газели или лани Только кровь его не употребляй в пищу А вылей на землю, как воду Ну, про кровь уже было в предшествующих главах Довольно подробно Вот кровь – это носитель жизни Ну, и с точки зрения физиологии так Поэтому человек как бы не присваивает себе жизнь Да, он берет только мясо от животного, но не его жизнь И, соответственно, животное с изъяном Богу приносить нельзя Тоже общий принцип понятен Да, Богу отдается лучше, а не худшее А если вышло так, что вот первенец он какой-то не такой То Богу он не нужен Да, Бог не мелочно торгуется с человеком за какие-то его имущественные права Нет Это можете есть просто так, как обычное мясо Как дикую газели или лань То есть человек пошел на охоту, застрелил там газели и ее ест Это уже к ритуальному какому-то обряду не имеет ни малейшего отношения Но в 16 главе более подробно будет описано Как праздновать Пасху и другие главные праздники ветхозаветного календаря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!